На этот полигон снег везут со всего Октябрьского района. Дорожники трудятся посменно, день-ночь. Но еще недавно обильные снегопады вынуждали их работать целыми сутками. С ноября прошлого года снежный полигон на Маяковского принял 30 тысяч тонн твердого H2O. В пересчете на машины это 6 тысяч рейсов. И края этой работы пока не видно. Снег был сдвинут из проезжей части. Образовались кучи. Вот этот снег мы кучи и вывозим. Снег укладывается слоями. Вот видно даже, как техника работает. Вот она машины привозит. Он слой укладывается, следующий слой. Сейчас толщина уже местами превышает 10 метров. Впрочем, главный инженер МУП «Дорожник-2» Октябрьского района уверен, вместимость полигона выдержит любой удар стихии. Даже если вторая половина зимы будет не менее снежной, чем первая. А между тем «Дорожник-2» Октябрьского района обслуживает около 100 километров дорог. Пока у одних районов с площадями все в порядке, другие вешают замок на свои снежные полигоны. Перед началом зимнего сезона было определено порядка 10 мест снегаотвалов. Это Чернышевского – 290, Маяковского – 108, Силикатный – 22. Учитывая, что в зимний период было выпало снега в два раза больше среднемесячной нормы предусмотренной, определены дополнительно 5 мест снегаотвалов. Не слышно техники и снежные холмы выше человеческого роста повсюду. Один из закрытых снегоотвалов находится на улице Силикатной, железнодорожного района. Закрыты снежные полигоны на Интернациональной и Ткацкой. Консервировать снегоотвалы и открывать новые, возможно, и не пришлось бы, будь у города на вооружении так называемый снегоплавильный завод. Но по расчетам Дорожного комитета возможности бюджета не позволяют всерьез говорить о подобном проекте. А вот в соседнем Новосибирске снегоплавильный завод работает уже два года. В местной городской казне он обошелся 80 миллионов рублей. Часть средств выделил инвестор. Алексей Янкин, Николай Шелко, информационный канал «Город».